Сегодня мы хотели бы представить лекцию, может быть, не просто в рамках нашей образовательной программы, сегодня мы представляем лекцию в рамках программы исследовательского центра «Стажировка для аспирантов и исследователей со степенью». И в рамках этой программы к нам этим летом приехал доктор Марат Гринберг, профессор из Рид-колледжа Портленд, Соединенные Штаты Америки. И у Марата очень интересная тема – стажировки, вообще его исследований. И он сегодня как раз расскажет о том, что же такое книжный полк советского еврея, что на ней можно было найти и какие интересные вещи ему удалось обнаружить в ходе его библиотечных архивных студий. Я передаю слово и спасибо. Добрый вечер. Спасибо Асе и спасибо Еврейскому музею и исследовательскому центру. Я провел в Москве почти месяц. Это было очень важное и интересное для меня время. Сам я родом с Украины. Семья моя эмигрировала в Соединенные Штаты, когда мне было 16 лет. Несмотря на то, что я занимаюсь уже много лет исследованием русской литературы, советской литературы, на территории бывшего Советского Союза я не был все эти годы. То есть я последний раз был в Москве 26 лет назад. Поэтому для меня это был такой очень волнительный момент возвращения в Москву. Я буду говорить примерно час, потом, я надеюсь, будут вопросы, я буду рад на них ответить. Сначала я немного расскажу вообще о своих исследованиях, о том, что меня интересует в контексте русско-еврейской литературы, советско-еврейской литературы и культуры. А потом я непосредственно перейду к своему теперешнему проекту «Книжная полка советского еврея». Что меня интересует? Меня интересует вопрос, как конструируется еврейскость в русском контексте, в русском контексте, в советском контексте. Как проявляется еврейскость? Как мы можем определить эти еврейские знаки в русском контексте и советском? То есть прежде всего это происходит на уровне ссылок, на уровне цитат, на уровне аллюзий, на уровне тем, на уровне символов и на уровне исторической памяти. Как все это конструируется? Я пытаюсь проследить, как это происходит и в текстах, и в кино. И, конечно, кино и литература способствуют и способствовали созданию еврейского-еврейского «я». Меня очень интересует сопоставление и перекрещивание разных контекстов советского-еврейского, русского-еврейского. Советского-еврейского, русского-еврейского и более глобального еврейского. То есть я смотрю на перекрестки всех этих контекстов. И особый интерес у меня к советским переплетениям. И Дмитрий Быков, с которым я не всегда соглашаюсь, он говорит в отношении братьев Стругацких, о которых я буду сегодня немножко позже говорить, о пикнике на обочине, образ зоны в пикнике на обочине у Стругацких. Он говорит о том, почему мы продолжаем читать Стругацких, почему мы продолжаем читать пикник на обочине, потому что зона для нас это советское пространство, мы постоянно возвращаемся в эту зону. И в какой-то мере, когда занимаешься сейчас советским материалом, это такие археологические раскопки. Я был вот несколько недель назад, я был в Переделкино, на кладбище Переделкино, в музее, в доме Чуковска, в доме Пастернаха. Когда проходит через Переделкино центр советской литературной жизни, да, несколько, вот 30-40 лет назад, да, сейчас такой древний Египет, да, где нужно проводить эти археологические раскопки. И я заметил, вы, наверное, тоже это заметили, но для вас, может, это привычно, в Москве в гостиницах, в кафе, в ресторанах, да, очень много советских книг, то есть это как-то такая часть дизайна, да, и начинаешь смотреть эти книги, ага, вот это у тебя было, да, у меня было, когда я был ребенком и так далее, да. Но там интересно, как люди, которые приходят поесть в этих кафе или пожить в этих гостиницах, как они смотрят на эти советские книги, да, вот эти археологические раскопки. Да, вот несколько примеров моих предыдущих исследований. Моя книга о Борисе Слуцком, да, безусловно, советском поэте, как раз недавно было 100-летие со дня его рождения. Книга вышла по-английски и выходит на русском языке в следующем году. Я читаю с ней слева направо, по-еврейски справа налево. Это цитата из стихотворения Слуцкого, Уриэля Коста. И в этой книге я рассматриваю поэтику Слуцкого именно как скрещение разных контекстов, советского, еврейского, русского, модернистского и так далее. Вторая моя книга о фильме «Комиссар», который, наверное, знаком вам, да, фильм Александра Аскольдова, который умер в прошлом году. И в этом фильме меня тоже интересует конструирование еврейской поэтики. Фильм был сделан в 1967 году, практически был уничтожен цензурами, лежал на полке до 1987 года. И только в 1987 году он вышел на экраны. Другой пример, опять-таки, более глобального моего интереса – это книга о Вуди Алане. Мне было очень приятно видеть в книжных магазинах, здесь есть очень много книг о Вуди Алане, переводов с английского. Но, опять-таки, в Вуди Алане меня интересует, опять-таки, вот эта конструкция еврейской поэтики в кино, да, и перекрещение разных контекстов, в данном случае американского, еврейского и так далее. Теперь мой теперешний, мой теперешний проект. Это я. В нежном, не знаю, в каком нежном возрасте, вот со своей книжной-книжной полкой, потому что проект, это, безусловно, для меня имеет такую личную базу, личную основу, какими я задаюсь вопросами, да, опять-таки, как я сказал, как конструируется еврейскость в русском и советском контексте, и как воссоздать советскую еврейскую культуру и реалии, да, как то, что уже, в общем-то, не существует. И это вопрос достаточно сложный. То есть существует проблема источников, да. Мы можем смотреть на устные источники, мы можем смотреть на архивные источники, да. Но вот как можно определить, вот сколько советских евреев обязательно читали, допустим, романы Фитфангера, да. Можно опросить 10, 20, 30, 40, 100 человек и так далее. Можно, опять-таки, посмотреть на устные источники, архивные источники, но все равно очень тяжело прийти к какому-то обобщающему выводу. Почему? Потому что, безусловно, советское еврейство не являлось гомогенным, да, оно было совершенно гетерогенным, да, с огромной разницей, поколенческой, географической, да, если мы подумаем о советской истории, 30-е годы, годы войны, 50-е, 60-е, оттепель, застой, да, 80-е, все это очень разные эпохи. Естественно, поколенческие разницы были очень большими между этими эпохами. И географически, например, евреи Украины, евреи Белоруссии, безусловно, отличались от евреев столиц, Москвы, Ленинграда, евреи Прибалтики, да, это совершенно другая история. То есть очень тяжело прийти к какой-то общей картине, и все-таки мы, как исследователи, да, историки культуры, пытаемся это сделать. И как, да, то есть на что еще можно смотреть? Например, недавно вышло очень интересное исследование о том, как строилась память о катастрофе, памяти о Холокосте в Советском Союзе. То есть, конечно, мы знаем, что, безусловно, существовало определенное табу на эту тему в Советском Союзе. И вместе с тем, сразу после войны, даже в самом конце войны, евреи, которые возвращаются из эвакуации на Украину, Белоруссию, кое-какие места в России, начинают ставить памятники на местах расстрелов. То есть практически не было ни одного местечка, бывшего города на Украине, где бы такого памятника не было. Очень часто, как бы, власти закрывали глаза на то, что происходит, часто они препятствовали этому, и все-таки евреи могли это сделать. В общем-то, единственным местом, где памятника не было, это был Бавияр. Поэтому он и стал таким знаковым местом. Но проблема в том, что все равно значение этих памятников было локальным. То есть локальным. То есть в каждом месте оно имело определенное значение. Но построить из него какое-то обобщение о советско-еврейской культуре очень сложно. Мы можем говорить, безусловно, о каких-то остатках религии. Я не знаю, в моей семье, например, нельзя было ходить дома босиком. Почему? Потому что у евреев, когда кто-то умирает, значит, шива. Естественно, никто не знал, что такое шива. Но просто это осталось. Ходить нельзя босиком. Допустим, моя бабушка никогда не ела кролика. Почему? Опять-таки остаток кошерных предписаний. И так далее. Но опять-таки, мне кажется, что составить какое-то представление о культуре, если такая действительно была, из вот таких вот остатков, кусочков очень-очень-очень сложно. Или если мы говорим, допустим, о материальной культуре. У кого-то что-то где-то осталось. Но всё-таки, если мы хотим говорить о культуре и осознанной исторической памяти, мне кажется, что нужно говорить о чём-то более объединяющем и существенном. О знаниях и о том, как это вписывалось в более широкий советский контекст. И вот, мне кажется, именно понятие советско-еврейской полки, того, что читали советские евреи и как они это читали, даёт намного более широкое представление об этом советском еврейском культурном самосознании. И мне кажется, что очень важно в этом контексте говорить о том, что публиковалось официально. Потому что, опять-таки, в советском контексте, в общем, даже то, что было неофициальным, несанкционированным режимом, то, что печаталось в самиздате и так далее, всё равно это было каким-то образом ответом на официальное. И очень часто и официальные, и неофициальные тексты оперировали одним и тем же языком. Поэтому, мне кажется, очень важно смотреть именно на то, что было доступно всем, на то, что публиковалось официально. И, как я сказал, это сопоставление и перекрещивание контекстов советского, еврейского, официального, неофициального и вот эти путешествия в советскую зону. То, о чём говорит Быков в связи со Стругацкими. Это, кстати, внизу, я сфотографировал в ресторане «Бутербродский» в Питере. Достаточно интересное место. Весь ресторан увешан портретами Бродского, Ахматовой, Цветаевой. И там вместо камина советские книги разных изданий. Очень интересный артефакт. Ну что ж, давайте продолжим. Давайте задумаемся на секунду. Вот книжная полка, да, книжная полка или книжный шкаф. Безусловно, опять-таки, в советском контексте, вот если вы будете здесь в музее и зайдёте в квартиру, да, кто-то, может, уже был, да, в квартиру, советскую еврейскую квартиру 70-х годов. Был кто-то, да, в этой квартире здесь внизу, внизу в музее, да. Естественно, в каждой, в каждой, как бы, квартире советских интеллигентов были книжные шкафы, да. Книги пользовались, были исключительно важным показателем статуса человека и так далее. Книги было тяжело достать, да. Книги были желаемые, да, книги, которые ты хотел иметь и никак достать не мог. И когда ты их доставал, это было исключительным таким, исключительным событием. То есть книжная полка в советском контексте имеет определённый вес. Но если мы посмотрим и на контекст более широкий, литературный, еврейский, я имею в виду литературу на идыш и еврите, и на контекст литературный русский, то книжный шкаф занимает в нём очень важное место. Книжный шкаф — это очень важный символ, да. Я хочу посмотреть на два, может быть, три. Но сначала на два примера. Один пример из русской литературы и один пример из евритской литературы. Первый пример — это Осип Мандельштам, который пишет в своей автобиографии «Шум времени», написанной в 20-е годы. Он описывает книжный шкаф своих родителей. Наверное, я уверен, что многим из вас знаком этот текст. Что же пишет Мандельштам? Мандельштам рассматривает книжный шкаф своих родителей как геологическое напластование. То есть вот то, о чём я говорил, такие археологические находки происходят в этом книжном шкафу. И что же пишет Мандельштам? «Книжный шкаф раннего детства — спутник человека на всю жизнь. Расположение его полок, подбор книг, цвет корешков воспринимаются как цвет, высота, расположение самой мировой литературы». То есть этот шкаф вмещает в себя всю мировую литературу. Да, уж тем книгам, что не стояли в первом книжном шкафу, никогда не протиснутся в мировую литературу, как в мироздании. Мандельштам пытается в шуме времени вообще определить, откуда у него корни. Может он быть русским поэтом или не может быть русским поэтом, учитывая, из какой семьи он происходит. Волей и неволей, в первом книжном шкафу всякая книга классична и не выкинуть ни одного корешка. И то же самое я бы сказал за советско-еврейской книжной полки. Вся книга классична и не выкинуть ни одного корешка. Эта странная маленькая библиотека, как геологическое напластвование, не случайно отлагалась десятки лет. Отцовское и материнское в ней не смешивалось. Это очень важно для Мандельштама, потому что мать для него, пишет, что мать говорила на чистом, прекрасном русском языке. Как это произошло, он не знает. Но это произошло и через мать он находит свой путь к русскому языку. С отцом совершенно другая ситуация. О языке отца, он говорит, что у отца языка не было. Без язычия. Он не говорил ни на немецком настоящем, ни на русском настоящем, ни на идыше настоящем. Это было какое-то странное скопление, хаотичное скопление языков. Это, безусловно, миф, который Мандельштам строит. По-настоящему я не знаю, как говорили его мать и отец. Отцовское и материнское в нем не смешивалось, это существовало розно. И в разрезе своем этот шкафчик был историей духовного напряжения целого рода и прививки к нему чужой крови. То есть чужой крови он описывает, после этого он описывает этот книжный шкаф, где он говорит на нижней полке, самой хаотичной, он называет это иудейским хаосом. Там были святые еврейские книги, которые никто не читал. Там была история евреев, написанная на немецком в конце XIX века, которую никто не читал. И потом ты поднимаешься по шкафу, и в центре Пушкин, Гёте и так далее. Вот это прививка чужой крови. То есть шкаф для Мандельштама является краеугольным камнем того, что он пытается сделать, того, как он конструирует миф о себе и свою поэтику. Вот один пример, безусловно, исключительно важный, потому что Осип Мандельштам – это ключевая фигура не просто в русском контексте, но и в русско-еврейском контексте. Второй пример. Пример из иврита, из ивритской литературы. И это очень значительное стихотворение Хаймана Ахмана Бялика, от наиболее важного ивритского поэта, сказать, ивритского Пушкина, в какой-то мере национального поэта, перед книжным шкафом. И то, что Бялик описывает в этом стихотворении, он возвращается в свой родной город. После того, как он жил в Одессе, в светской культуре, он возвращается в свой родной город и стоит перед книжным шкафом, наполненным еврейскими святыми книгами. И он говорит о том, что когда-то вы столько для меня значили, а сейчас между нами какой-то разрыв произошел. Я не понимаю вас, вы не понимаете меня. И это, давайте посмотрим, в русском переводе, начало века, немножко позже, перевод Румера. «Как не гляжу, узнать вас не могу я. Из ваших букв, о старцы, не глядят на дно моей души живые очи, измученные очи стариков. Ко мне оттуда не доходит шепот, иссокших уст, бормочущих в могилах. Мне каждая строка, жемчужин черных рассыпанная нить, страницы вдовы, а что не буква, бедная сиротка». Этот образ очень часто встречается в поэзии Бялика «Вдовы», «Сирот». Он описывает в другом стихотворении, он описывает «Бейт-Медраж», «Молельный дом», как осиротевшее, такое осиротевшее создание, потому что все из него ушли, все оставили этот мир традицией. И к этим книгам он обращается таким же образом. «Померк мой взор и ослабел мой слух, и львы истлели, вы сыны бессмертия». Это самый ключевой момент. То есть где, где, в чем проблема, в ком проблема? Проблема в этих книгах или проблема в нем? Он не понимает их больше? Или, возможно, в них нет ничего того, что он когда-то считал в них было? Возможно, этот мир традиций вообще не дает ответа ни на что. Как знать? «Быть может, когда я вновь, гробокопатель, выйду с кладбища духов царства черной ночи, тебя одну с собой принеся, кирка, прилипшая к моим ладоням, и с веткой пылью на усталых пальцах». Исключительно. Это, безусловно, перевод. В оригинале это намного сильнее. Но он сравнивает свое пиро, свое поэтическое пиро, с этой киркой, которой он копает кладбище. И кладбище здесь – это еврейская культура. Очень такой мрачный, интересный образ. «И с веткой пыли на усталых пальцах, а высветила ночью, братья, в духе, на перстнике моей души. О, почему храните вы молчание? Уже ли вам, брату, нечего сказать, золотых ресниц с нежнейшим трепетанием? Быть может, есть, но ваш язык забыл я, таинственных речей не слышу ваших». И стихотворение кончается вот на таком перепуте. То есть он не находит ответа о том, почему он больше эти книги не понимает. И опять-таки, мне кажется, когда мы смотрим на эти советские издания, советские книги, возникает похожая ситуация. Несколько других примеров, несколько других примеров, опять-таки, вот книжной полки. Ицекипнис, да, Ицекипнис, идышский писатель. Есть очень интересные произведения в 20-х годах о погромах во время гражданской войны. Он переживает войну и описывает свое возвращение в Киев сразу после войны. И когда он возвращается в Киев, он начинает строить свой книжный шкаф. Опять начинает строить свой книжный шкаф. И вот он пишет следующее. Ицекипнис пишет в 46-м году, сразу после войны. Как это случилось, что все книжные шкафы со всеми их полками как будто целиком из почетных сидений у восточных стен. Да? То есть что это означает? Если полки сделаны из сидений у восточных стен, то есть восточная стена в синагоге – это самое главное. Самая гласть в восток, направление Иерусалима. То есть шкаф приобретает такое, становится святым объектом. И он пишет о том, какие книги он ставит в своем шкафу. Оскар Уайлд, Есенин, Бялик. Опять-таки перекрещение. Английское, русское, ивритское. И особо он выделяет идашских поэтов – Манилей, Дернистер, Перец Маркиш, поэтов и прозаиков. И пишет «От каждого лица светит на меня шхина». Что такое шхина? Божье присутствие. Концепция Божьего присутствия в еврейской мистике, в Кабале. То есть опять-таки эти книги, светские книги. Речь идет о светской литературе. Но они приобретают такой освященный, святой характер. И еще один пример. И еще один пример, более поздний, советский. Илжа Сулейменов. Может, кто-то знаком. Казахский поэт, который писал на русском языке. Пользовался большой популярностью во время Оттепеля, в 60-е годы. Друг Евтушенко и так далее. У него есть стихотворение, которое он опубликовать не мог в Советском Союзе. Стихотворение о Холокосте, в общем-то. Стихотворение о том, как он приходит в семью литовских евреев. И узнает о том, что произошло с евреями во время войны. И вот что он пишет. Это строки из этого стихотворения. «В этой комнате книжная полка. Что за поэты в 20-м столетии? Бедный, голодный, скиталец, горький, черный, белый. Шолом Алейхем». То есть он заходит в этот еврейский дом в Вильнюсе. И что он видит? Книжный шкаф, где скопление, перекрещение всех этих контекстов. И Шолом Алейхем в центре. И он продолжает. «Может, зря мы желаем друг другу несчастий, в душегубках глухих обывательских душ. Может, зря нас кознят ежечасно. Мы голодные, бедные, черные. Есть белее, мы в обложках цветных, есть зеленые, как салат. Все обложки 20-го века шолом Алейхем». То есть как бы после Холокоста, после войны, «Мы все евреи, все книги — это шолом Алейхем». Как строчки Цветаева. «Всем христианейшим из миров, все поэты жиды». И Сулейменов говорит, «Мы все, все книги — это шолом Алейхем». «Мое имя сегодня ответом — алейкум салам». То есть ответ, в конце концов, шолом Алейхем — это и означает. Салам алейкум, алейкум салам. Опять-таки вот это вот скрещение, скрещение контекстов. И можно найти еще много других примеров, опять-таки, вот этой ключевой позиции книжного шкафа. Переходим теперь немножко к вопросу, который меня интересует, как бы методом исследования. То есть не просто что читали советские евреи, а как они читали. Как они читали книги, которые они читали. Когда я на Facebook недавно, пару дней назад, поместил объявление об этой своей лекции, одна из моих друзей, достаточно начитанный человек, исследовательница литературы в Израиле, написала, «А чем отличается советский еврей от нееврея? Разве читали другое?» Мол, чего вообще об этом говорить? Понятно, все были как бы советские люди, все читали одно и то же. Мне кажется, что это не так. Были книги, которые евреи выделяли, и те книги, которые они выделяли, они читали их особым способом. То есть меня интересуют стратегии чтения. Как вырабатывали стратегии чтения? И теоретической основой для этого является идея Лео Штрауса. Лео Штраус был политологом, философом, немецким евреем, бежит из Германии после перехода Гитлера, оказывается в Соединенных Штатах и преподает практически всю жизнь в Чикагском университете. Преподает древнюю греческую философию. Штраус пишет книгу после войны, которая называется «Perssecution and the Art of Writing», то есть «Преследование и искусство писания», в котором он говорит что? Что в условиях преследования, в условиях тоталитаризма писатели учатся писать между строк, а читатели учатся читать между строк. И это, безусловно, лежит в основе, в общем-то, в основе советской литературы. Как быть, с одной стороны, как быть опубликованным, и при этом, как сказать то, что ты хочешь сказать так, чтобы оно было спрятано между строк. И с другой стороны, читатели. Как прочитать то, что тебе официально дают режим, но прочитать это так, чтобы ты мог заметить, что находится между строк. Такая интересная формула. Писать между строк и читать между строк. Модели, да, в конце концов, мы говорим, в общем-то, опять-таки, очень тяжело говорить о советском еврействе вообще, да. Поэтому, если мы сусим, мы будем говорить о советской еврейской интеллигенции. Тоже, опять-таки, очень широкое понятие. Зависит от эпохи и так далее. Но есть определенные модели советского интеллигента еврея, которые, опять-таки, показывают нам, как эта культура рождалась, развивалась, и как эти стратегии чтения формировались. Я даю только три примера. Опять-таки, мы можем говорить о других примерах, да. Первая — это Лидия Гинзбург, да, исключительно важный литературный критик. Но не только литературный критик, как мы знаем сейчас, да. Она пишет исключительно интересные эссе. Безусловно, она пишет позже свою книгу о блокаде, да, где она как раз пытается определить, вот в чём суть советского человека, да. Что происходит с человеком, когда он поставлен в экстремальную ситуацию, будь это сталинизм 30-х годов или блокадный Ленинград, да. А что происходит с человеком в этой экстремальной ситуации, как он сохраняет, и может ли он сохранить свою индивидуальность, да. И Гинзбург очень как бы отдавала себе отчёт в том, что она была еврейкой в 20-е годы. Она пишет очень интересное эссе об этом, да. Вот один пример советского интеллигента-еврея. Другой пример посередине — Александр Воронель, да, один из лидеров сионистского движения в Советском Союзе 60-е, 70-е годы, сейчас профессор физики в Тель-Авивском университете, который тоже в книгах, которые он пишет, ещё будучи в Советском Союзе, вредки пытается осмыслить, что лежит в основе этого советского еврейского опыта, да. И, безусловно, приходит к выводам, которые очень отличаются от выводов Гинзбурга. И последний, я о нём ещё скажу, если будет время, Юрий Трифонов, да, который становится очень знаковым писателем в 70-е годы, да, который как раз искусство Трифонова заключается вот в этой способности писать между строк, да, и потом читателем читать между строк. Трифонов был, его мать, мать была еврейкой, но, опять-таки, он очень чётко ощущал своё еврейство, и если вы будете, так сказать, внимательно читать его произведение, увидите, как-то иногда явно, но очень часто еврейская тема там, еврейская тема там спрятана очень интересным, очень интересным образом. Несколько недель назад мне удалось встретиться с вдовой Трифонова, вот, и обсудить с ней, поговорить с ней о том, опять-таки, какую роль еврейство играло, играло в жизни Трифонова. И, в общем-то, она сказала, опять-таки, что он очень чётко осознавал, кто он, кто он был, да, он очень чётко как бы осознавал вот эту свою еврейскую частицу. Вот три примера советских евреев, интеллигентов. И это цитата из Лидии Гинсбург, где она использует теорию Фрейда о том, как построен человеческий ум, да, и говорит следующее. Психическое устройство многоэтажно. Внизу шевелится хаос. В верхнем этаже, то есть суперэго, да, в верхнем этаже нередко самозащитная надстройка сознательной лжи и подтасовка для публики. То есть, как бы, то лицо, которое мы показываем миру, особенно, опять-таки, в этой экстремальной ситуации, да, в тоталитарном, в тоталитарном обществе, да, сознательная ложь и подтасовка для публики. А в промежутке смена прояснений и затемнений для самого себя. То есть, вот в промежутке что-то остаётся от индивидуальности, да, и мне кажется, именно в этом промежутке и следует искать вот эти стратегии чтения, да, между хаосом, который внизу, ложью, которая наверху, и всё-таки посредине что-то, что-то, что-то аутентичное остаётся. Читатели, да? Мне кажется, мы можем говорить и о писателях, как читателях, потому что писатели, о которых я пишу, да, они тоже были советскими еврейскими читателями, да. Об этом можно говорить много, но вот два примера я дам, да, это строки из последнего стихотворения Слуцкого, где он говорит, «Читая параллельно много книг, ко многим я источникам приник». Здесь очень интересно, это параллельно много книг. Опять-таки, это перекрещение контекстов, да, параллельно много книг. И вторая цитата из Галича, очень известная, да, «И все мы себя подгоняем, скорее всё путаем, Ветхий и Новый Завет, а может быть хватит мотаться евреи, так уж мотались две тысячи лет». В случае Галича, который принимает православие, то есть вот это вот путание Ветхого и Нового Завета приобретает такую очень ощутимую форму, но если мы абстрагируемся от православия и Галича, то вот это путаем Ветхий и Новый Завет, опять-таки, это стратегия чтения. Бродский в одном из интервью, Иосиф Бродский говорит о том, что русские, он имеет в виду, я думаю, русские евреи, мы читаем Библию как один текст. Ветхий Завет, Новый Завет, это один текст. Путаем Ветхий и Новый Завет. То есть это стратегия, стратегия чтения, которая тоже нам помогает понять, как формировалась эта культура чтения. И опять-таки, если мы возвращаемся к образу Мандельштама, о полке как такой геологической, археологической постройки, вот пласты и раскопка полки. Давайте начнем раскапывать эту полку. С одной стороны, это переводы. Переводы Сидыша, Иврита, немецкого и так далее. Мне кажется, можно делить книги, нужно делить книги на читаемые и не читаемые. Книги были, стояли в книжном шкафу, но это не означает, что их читали. Возможно, они стояли там только как символ чего-то. Мы можем говорить о маргинальных, канонических, доступных и недоступных книгах. О детской и взрослой литературе. Тематических, опять-таки, потайных, где это еврейство как бы зарыто. Знаковых, если мы подумаем, знаковые писатели. Паустовский, касается очень яркой еврейской темы, воспоминаниях о Бабеле. Трифонов, опять-таки, Бабель, Ильф и Петров. Все знаковые советские писатели. И в каждом из них еврейская тема, еврейство, достаточно ярко, интересно представлено. И в конце концов, безусловно, безусловно, Холокост. И здесь я это называю Холокост как не Холокост. Память, бегущая в разных направлениях. То есть, что часто происходит в советском контексте, так как говорить о Холокосте нельзя, то часто тема Холокоста завуалирована и пропускается через другое. То же самое, например, тема Кулага. Говорить об этом нельзя, и это пропускается через что-то, через что-то другое. То есть, память, бегущая в разных направлениях. Я использую термин американского историка Майкла Ротбурга, который говорит multidirectional memory. То есть, память, бегущая в разных направлениях. Вот, кстати, это советско-еврейская квартира с советской книжной полкой в музее. И давайте, у нас осталось не так много времени, я быстро пройду вот по нескольким примерам. Да, по нескольким примерам. Переводы с еврейского. Да, как бы канон. Это, безусловно, шеститомник Шолома Лейхема, другие издания, другие издания Шолома Лейхема. Да, Шолома Лейхем, как национальный писатель. Да, то есть, у каждого народа в советском контексте, в советской, в советской истории литературы, да, должен быть свой национальный поэт и писатель. И вот, Шолома Лейхем, это еврейский национальный писатель. Вот издание Перетца, да, еще одного классика идорской литературы. Все это, это Перетца книга, находится в музее, в библиотеке исследовательского центра, в музее. Посмотрите, например, вот словник, да, в конце, в конце этой книги, где можно ознакомиться с, вот, что такое бармидс, вообще все, все эти слова даны в ашкеназийском, с ашкеназийским произношением, да, то есть, опять-таки, да, представим себе, что эта книга была на полке какого-то советского еврея, который покупает это, потому что это перевод с еврейского, то есть, это имеет определенную символическую, символическую ценность, да, и может он и не будет читать рассказы Перетца, да, но он может посмотреть вот этот словник в конце и кое-что узнать об иудаизме. да, то есть, опять-таки, как, как, как читалось, да, как такие книги читались, и зачем, и зачем они читались. Еще один пример, то есть, это была каноническая идышская литература, это советская идышская литература, которая со времен оттепели, с середины 50-х годов, книги начинаются, начинают опять печатать на идыш, переводы с идыша, их достаточно, и достаточно много, вот один пример, да, это стихотворение Самуилу Галкина из сборника Матвея Грубияна, советского и идышского поэта, издано где-то 60, по-моему, 64-й, 66-й год, да, не думаю, что очень много людей читали стихи Матвея Грубияна в русском переводе, да, но, допустим, опять-таки, они купили эту книгу, потому что было написано перевод с еврейского, да, и вот они открывают, это посвящено Самуилу Галкину, да, опять-таки, идышскому поэту, который умер как раз в середине 60-х, и отсидел в лагерях 10 или 15, или 15 лет, да, Грубиян пишет о нем, и очень интересен, очень интересен конец стихотворения, да, он говорит о Галкине с гордым духом Бар-Кохбы и с улыбкой Сократа, да, и единичка, и в конце книги ты смотришь, что такое был Бар-Кохба, да, то есть, опять-таки, да, как люди получали знания о еврейской истории, когда практически найти эти знания было невозможно, да, вот, пожалуйста, пример, да, и этот идышский поэт предстает Бар-Кохбой, Бар-Кохба, лидер последнего, последнего еврейского восстания против римлян, да, на Массаде, вот, и Сократ, опять-таки, перекрещение контекстов, второй пример, это тоже находка в, здесь, в библиотеке, книга Шолом Алейхем на идыш, подаренная Арону Виргелису, да, который станет главным редактором Советиш Геймланд, единственного советского журнала, журнала на идыш, подписанная Маршаком, то есть Маршак, Самуил Маршак дарит книгу на идыш Арону Виргелису, да, дорогому Арону Виргелису на память о вечере 59-го года, да, почему это очень значительная, это очень значительная дата, потому что это был вечер по поводу столетия Шолом Алейхема, да, 59-й год был объявлен ЮНЕСКО годом Шолом Алейхема, и, в общем-то, с этого момента и начинается возрождение литературы на идыш в Советском Союзе, да, такой знаковый момент, и опять-таки перекрещение, Самуил Маршак, исключительно образованный еврей, да, который прекрасно знал древнееврейский, безусловно, идыш, да, который вообще начинает как еврейский поэт, его первые стихи это Сианиды, да, потом, безусловно, становится главным советским детским поэтом, переводчиком и так далее, да, но вот этот момент, да, когда он дарит Шолом Алейхема на Идыш Виргелису, да, очень, опять-таки, интересное, интересное искрещение, и последнее, это предисловие в издании стихов Льва Квитко, да, Квитки Идерского поэта, уничтоженного в 52-м году, да, очень известны его были популярные детские стихи, вот, но что здесь интересно, предисловие написано Львом Кассилем, да, опять-таки, очень популярным советским детским писателем, но, и писателем, который не просто был евреем, но его книги были очень занимали важное место в советско-еврейской книжной полке, да, Кондуит и Швамбранье, да, если кто-то читал, это ключевой момент, когда мальчик спрашивает, вдруг спрашивает отца, кто мы такие, да, и отец говорит, что мы евреи, а для него это такой момент откровения, да, и он говорит, как это, мы все евреи, кошка наша тоже еврейка, да, я это помню с детства, да, вот, когда ты читаешь этот момент и видишь это слово еврей на странице, да, и книга, которая популярна, и все ее знают, да, и вот Кассиль пишет от Квитко, опять-таки, пересечь, пересечь контексты, разные, разные контексты, вот это очень интересный пример, опять-таки, из библиотеки, библиотеки здесь, да, уголовный советский процесс, 51-й год, да, открываем эту книгу, и что мы видим? учебник по евриту и история евреев, да, то есть кто-то в 50-каком-то году, 60-каком-то году, да, изучал еврит по учебнику, опубликованному в начале века, да, и вшитом в этот советский уголовный процесс, опять-таки, я не думаю, что это было очень распространено, мы не знаем, при каких обстоятельствах это происходило, но все-таки это дает интересный, да, интересный момент, представление о том, опять-таки, как формировалась вот эта книга, вот эта культура, культура чтения, да, и здесь это, вот они учат еврит по этому учебнику, знаменитый стих Бялика, Тички, да, один из самых ранних его стихов, и потом туда вшита история евреев Шимона Дубнова, да, исключительно важного русско-еврейского историка, да, интересно, что здесь мы видим карту Израиля, опять-таки, что означало видеть карту Израиля, да, в каком-то там 60 или 50 году в Советском Союзе, да, сейчас мы переходим к евриту, да, переходим к евриту, в начале 60-х выходит несколько сборников, да, поэта Израиля, писателя, писателя Израиля, еще несколько сборников израильской литературы, наиболее интересное, это вот этот поэт Израиля, потому что редактором этого сборника является Борис Луцкий, да, а с израильской стороны это поэт, вот посредине, Александр Пен, да, очень интересная фигура, в конце, если будут вопросы, я больше расскажу, я больше расскажу о Пене, да, и тут я даю пример, опять-таки, что включено в этот сборник, был включен стих Натана Альтермана, одного из самых важных израильских поэтов, серебряное блюдо, чисто сионистское сианистское стихотворение, и очень интересный перевод последних его строк, но опять-таки, если будут вопросы, мы задержимся, об этом я просто хочу еще коснуться, давайте это мы пропустим, вот опять-таки, да, поднимаемся, слои полки, литературоведение, книга «Лики времени» Бориса Сучкова, Борис Сучков был очень важным литературным критиком, тоже отсидел в лагерях определенное время, он был редактором издательства всемирной литературы, и издал эту книгу, в которой есть статья Франции Кавки, других немецких писателей, и вот он пишет о Кавке Сучков, он пишет о Кавке и пишет о судьбе евреев, чья судьба была ему небезразлична, пишет, Кавка был евреем, и судьба этого народа была ему небезразлична, опять-таки, давайте просто представим себе, вот советский человек, интеллигент, которого интересует немецкая литература, приобретает эту книгу каким-то образом, открывает, читает об этом о Кавке, Кавку тогда еще не печатали в Советском Союзе, сборник выйдет только через год-два, черный, единственный сборник произведений Кавки в Советском Союзе, и вот он читает, что оказывается, судьба еврейского народа была Кавке небезразлична, я считаю, это потрясающий момент, если мы представим эту ситуацию, и здесь в РГАЛе, в архиве литературы и искусства я нашел авторское дело Сучкова, где цензоры пишут о его двухтомнике, другой книге, что его приходится начать с работы о Франце Кавке, восклицательный знак, вот ничего мы поделать не можем, приходится начинать с работы о Франце Кавке, ужасно, но ничего не поделаешь, то есть как цензоры вмешиваются в этом, это тоже исследование о Кавке, другого исследователя Затонского, выходит в 70-каком-то году, где он пишет, видели в нем христианского апостола или иудейского проповедника, Кавка происходил из еврейской семьи и писал по-немецки, так мыслили религиозные фанатики древней иудеи, Советский Союз, 70-какой-то пятый год, и последний пример Гейне, это раньше, Александра Дейча, биография Гейне, выходит в 30, по-моему, в 30-36 году, и он пишет о Гейне, Гейне проявлял большой интерес многовековой, многострадальной жизни еврейского народа и с юных лет изучал его, изучал его историю, да, опять-таки, что меня интересует, как это прочитывалось, да, как прочитывались эти книги, в которых еврейская тема проговаривалось, да, вот еще один очень-очень интересный пример, да, новый мир, 62-й год, открываешь, а там книга шмот, да, книга исхода, но что здесь интересно, для меня интересно даже не то, что здесь мы видим книгу исхода, а то, что это новый мир, но это не просто новый мир, да, это новый мир 62-го года, это декабрь 62-го года, а в ноябре 62-го года в новом мире опубликован последний день Ивана Денисовича Солженицына, да, то есть это совершенно потрясающий момент в истории, в советской истории, истории русской, русской литературы, если мы смотрим, что, 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 что мы видим сзади, да, вниманию подписчиков, значит, что еще будет выходить, да, пятая книга воспоминаний Леринбурга «Люди, годы жизни», опять-таки, Леринбург, ключевая советско-еврейская фигура, безусловно, «Люди, годы жизни» является одной из, как бы, основных, основных компонентов этой советско-еврейской книжной полки, камю, чума, да, новые рассказы Солженицына, это, безусловно, не произойдет, да, новых рассказов Солженицына не будет, да, но меня, опять-таки, я пытаюсь, как бы, вообразить, да, тот человек, который вклеивал книгу исхода, да, в эту обложку нового мира, читал ли он Солженицына, да, отдавал ли он себе отчет в том, что, да, Леринбург, Солженицын, камю, вот это действительно интересное скрещение контекста, а может быть, для него это все вообще, да, он просто, я не знаю, нашел этот новый мир, вшил это туда, да, может быть, это было и так. Я могу об этом, смотри, если вы устали, мы можем, мы можем перейти к вопросам, нет, продолжать, да, еще одна, но это скорее опять-таки относится к такой маргинальной литературе, литературе нечитаемой и все-таки, мне кажется, совершенно неизученной и очень интересной, а именно советская иудаистика, да, то есть с одной стороны опять-таки существовало, да, определенное табу, еврейская тема, на еврейскую тему писать было нельзя, не принято было, да, еврейская история и так далее, все это как бы оставалось за пределами, того, что можно было печатать, но при этом в 60-е, 70-е, 80-е годы выходят несколько книг по истории, по истории иудаизма, да, и некоторые из этих книг пишет Михаил Шахнович, ленинградский профессор, исследователь, исследователь религии и атеизма, да, и я нашел, я в личном, в личном его архиве, в общении с его дочерью, она мне дала вот это неопубликованное интервью с Шахновичем, где он в начале 90-х годов рассказывает о том, как это все происходило, как писались эти книги, книги, например, которые, его одна книга называется «Реакционная сущность иудаизма», да, вторая книга называется «Закат иудейской религии», да, как бы все, все так, как надо, да, и вместе с тем, вот как он говорит, у них было три задачи, да, три задачи, первая задача, да, это ответ, ответ антисемитам, да, позитивная сторона этих антирелигиозных книг была в том, чтобы спокойно, правильно, научно объяснить, что такое вся эта иудаистская культура, это была задача, да, то есть под прикрытием официального, атеистического, антирелигиозного, да, в общем-то образовать читателя, как еврейского читателя, так и нееврейского читателя, хотя, безусловно, книги эти читали, если кто-то читал, читали только евреи, да, это первая задача, вторая задача, у нас совершенно еще не поднята, хоть это было в начале 90-х, и чего предстоит большое будущее, это прогрессивная русская православно-религиозная философия иудаизма, он говорит о Владимире Соловьеве, о других, да, существует эта богатая традиция филосемистского описания иудаизма, подхода к евреям, да, и вот он говорит, то, что мы делали, да, это пытались стать, вступить в диалог с этой русской традицией, и третье, шел процесс секуляризации, да, антирелигиозное просвещение, все говорят, антисемиты говорят, ну все понятно, евреи уничтожают нашу религию, уничтожают православие, да, а Шахнович говорит, нужно было одновременно с критикой христианства показать, что коммунисты критикуют не только христианство, но и критикуют и иудаизм, да, вот, пожалуйста, то есть, как бы опять-таки, такой ответ, ответ антисемитам, да, иудаизм это обычная религия, как и все остальные религии, да, места она не имеет в советском обществе, но при этом, да, мы должны знать, что это такое. Вот такие очень интересные, очень интересные три задачи, да, как бы показывать, что происходило за кулисами, за кулисами этого всего, если сравнить, и в какой-то мере это очень похоже на то, что делали немецкие еврейские историки в середине 19 века, когда, в общем-то, зародилось само понятие еврейской истории и исследование еврейской истории, они ставили перед собой в другом контексте, но достаточно похожие, похожие цели, да, вот Шахнович, да, это он пишет в письме, в одном из своих писем, сейчас не сделаешь ничего в этом направлении, в смысле, в смысле трудов по иудаике, да, вот реакционная сущность иудаизма, и евреи, царской России, и СССР, это выставка, которую он делает в 1938 году в Ленинграде. Интересно то, что, опять-таки, большой часть вот этой советской иудаики, это были биографии, описания их евреев-борцов, да, евреев, которые, опять-таки, каким-то образом могли быть вписаны в советский канон, да, вот, например, Уриэля Коста, да, еврей, который, который переходит в католичество, потом возвращается в иудаизм, его не устраивает ни то и ни это, в конце концов, он кончает жизнь самоубийством, такая очень знаковая фигура в современной еврейской культуре, была написана знаменитая пьеса, которая ставилась в еврейском театре здесь, в Москве, в 20-е, 20-е годы, и вот Уриэля Коста, да, занимает очень важное место в этих исследованиях, потому что, опять-таки, его можно вписать в советский канон, да, потому что он, как бы, является таким прототипом атеиста, Спиноза, да, это очень интересная биография Спинозы, написанная Беленьким, который потом пишет исследование о биудаизме, шоу-малейхе, и так далее, половина этой биографии, если вы посмотрите, это 60-какой-то год, посвящена, безусловно, Спинозе, как еврею, да, о том, как он борется с раввинистическими властями и так далее, но такая еврейская фигура богоборца, да, которая может быть вписана в советский контекст, и вот этот том «Критика иудейской религии», в нем мы находим в переводе Маршака произведение Уриэля Коста, да, и потом мы вернемся, Борис Луцкий пишет стихотворение, которое называется «Уриэль, Уриэля Коста», да, и два последних примера, хотя о них можно было бы говорить еще очень-очень долго, но опять-таки вопросы будут, да, то есть мы можем говорить о как бы более известных частях советско-еврейской книжной полки, да, допустим, Бабель, да, мы можем говорить про Бабий Яр Евтушенко, Бабий Яр Кузнецов, да, мы можем говорить опять-таки об Ильфе Петрове, да, все это очень важно, дорога идет, идет дальше, да, можно говорить обо всех этих книгах, но мне интересно опять-таки посмотреть на те произведения, которые с одной стороны были знаковыми, то есть пользовались колоссальной популярностью, и в которых еврейская тема, да, опять-таки прослеживается вот между, между строк, да, мне кажется, очень интересным как раз примером это является братья Стругацкие, безусловно, да, которые достигают колоссальной популярности в 60-х годах, 70-х годах, 80-х годах, все читают Стругацких, но не все, но в самом случае очень многие читают Стругацких, да, и как бы относятся к ним как к таким божествам, но евреи, опять-таки, если мы прочитаем мемуары и так далее, относятся к ним, относятся к ним по-особому, да, если вы прочитаете или перечитаете произведения Стругацких, нет практически ни одного важного произведения Стругацких, в которых бы еврейская тема не играла какую-то, не играла какую-то роль, да, я дам только два примера, и вот Стругацкие со своей книжной полкой, да, вот цитата первая под фотографией, из-за их первого, в общем-то, серьезного произведения «Попытка к бегству», начало 60-х годов, да, все это происходит в далеком будущем, коммунизм построен, и два друга летят на другую планету с еще одним человеком, которого они не знают, его зовут Саул, еврейское имя, они летят на эту планету, и что они обнаруживают на этой планете? В общем-то, они обнаруживают то, что мы понимаем, это или конституционные немецкие лагеря, или советские конституционные лагеря, да, они не понимают, что это, да, как это могло, как это могло произойти. Единственный, кто понимает, что происходит, это вот этот Саул, потому что, как мы узнаем в конце, в конце, в конце повести, Саул из 20 века, да, Саул, солдат во время Второй мировой, во время Второй мировой войны, да, и опять-таки Саул, да, это еврейское, еврейское имя, и Саул говорит им, да, когда они говорят, что это? Саул им говорит, это как печи, если разрушить только печи, построят новые, и все. То есть, понятно, это совершенно явная аллюзия на Холокост, да, но что интересно, Стругацкий, Борис Стругацкий пишет, что вначале, в общем-то, они хотели говорить именно о советских лагерях, да, они хотели говорить о ГУЛАГе, но сделать они это не могли, да, опубликовать это было нельзя, и поэтому они пишут о печах. С одной стороны, о Холокосте говорить, в общем-то, нельзя, но о Великой Отечественной войне говорить можно, поэтому печи в контексте войны, в общем-то, да, и об этом, об этом можно говорить, но подразумевают они ГУЛАГ с одной стороны и Холокост с другой стороны, да, есть такой интересный, опять-таки, между строк. И вторая цитата из их более позднего произведения «Жук-муравейники», да, и вот идет описание уничтожения одной планеты, и мне кажется, опять-таки, это совершенно, говорю, недвусмысленная аллюзия на Холокост. Все они шли здесь, вот этой же дорогой, побросав свои ненужные большие легковушки и фургоны, сотни тысяч и миллионы вливались с проспекта на эту площадь, обтекая броневик с грозной и бессильно уставленными пулеметами, шли, роняя то немногое, что пытались унести с собой, спотыкались и роняли, может быть, даже падали сами, и тогда уже не могли подняться, и все, что падало, втаптывалось, втаптывалось и втаптывалось миллионами ног. И почему-то казалось, что все это происходило ночью. Человеческая каша была озарена мертвенным неверным светом, и стояла тишина, как во сне. Представьте себе любую сцену, опять-таки, связанную с Холокостом. Толпа евреев идет к месту расстрела. Это совершенно явная аллюзия, но для того, чтобы разгадать эту аллюзию, надо иметь определенное умственное направление. Надо знать, что ты ищешь вот в этом тексте и как это найти. Еврейский читатель, мне кажется, мог это сделать. И последнее, хотя это по-английски last but not least, это Леон Фитфангер, которого я называю как бы таким советским еврейским писанием. Ветки, не случайно, если вы спуститесь в эту квартиру советского еврея внизу, то вы увидите, отдельно лежат две книги. Один это из шеститомника Шоу Малейхем и другой из 12-томника Леона Фитфангера. То есть, 12-томник Фитфангера, в общем-то, это был 13-томник, потому что последний том, где была испанская баллада, был не пронумерован, это было, в общем-то, в практически каждом доме советских евреев. Мне кажется, как и интеллигентов, так и неинтеллигентов. Фитфангер, с одной стороны, был источник информации еврейской истории. Опять-таки, не просто ты читаешь эти произведения, и будет о иудейской войне об Иосифе Флавии, семья Апперман, о ситуации в Германии, испанская баллада и так далее. Но если ты смотришь, в конце каждого тома идет список терминов, откуда можно познать очень-очень много. И что интересно, вот настанет день, это последняя, третья книга в трилогии о Иосифе Флавии, выходит в 1966 году, перевод Станевич, и очень важный перевод Симона Маркиша. Симона Маркиша, который был сыном Перетса Маркиша, очень важного иуджского поэта, который расстрелял в 1952 году. Маркиш не просто переводит, но и составляет комментарии в конце этого тома, впоследствии Маркиш эмигрирует и становится одним из основоположников области литературоведения о русско-еврейской литературе. И вот Маркиш пишет, когда он писал эти комментарии этому тому Фитфангера, он понимал, что значит служить на благо своего народа. Он говорит, я не хочу выражаться патетически, но я понимал, что я делаю что-то очень особое. То есть Фитфангер занимает совершенно особое место. И все это, если устали, я остановлюсь. Это последний момент, но он очень интересный, касающийся Фитфангера. Дело в том, что мне кажется, что интересно, это было двустороннее движение. С одной стороны, Фитфангер был исключительно важен для советских евреев, с другой стороны, Фитфангер осознавал, насколько важен он был для советских евреев. И все это начинается в 30-е годы. В 37-м году, когда Фитфангер уже издан из нацистской Германии, в Париже он приезжает с визитом в Советский Союз. Это освещается очень ярко в советской прессе, преподносится как. То есть, Сталин использует этих западных пилигримов для того, чтобы показать, что Советский Союз является альтернативой нацистской Германии. И Фитфангер встречается со Сталином, у них часовая беседа, после которой Фитфангер говорит о том, что все процессы, которые происходят, это как бы пример настоящей справедливости и так далее. Многие ему не простили этого до конца жизни. Например, Илья Оренбург не хотел вообще слышать о Фитфангере из-за этого, который как бы продал душу дьяволу. Но интересно, Интересно, Фитфангер пишет вот эту книгу «Москва, 1937 года» о своем посещении Советского Союза, куда он отвечает главу о советских евреях. И он пишет о том, что не просто нет антисемитизма в Советском Союзе, но интересно то, что советские евреи сохраняют свое еврейство. То есть он говорит о Бидыше, он говорит о Биробиджане, рисует это в очень таких позитивных тонах. Но опять-таки, что интересно, что он подчеркивает. То есть речь идет не о ассимиляции, тотальной ассимиляции, а речь идет о сохранении, о сохранении вот этого еврейского. И Фитфангер говорит, я это видел в архивах, Фитфангер встречается с советскими писателями, он провел два месяца в Москве, и говорит о том, что сейчас я заканчиваю трилогию о Биосифе Флавии, и основным, ключевым вопросом в этой трилогии является отношение между интернационализмом и национализмом. Что победит? И под национализмом он подразумевает пристрастие к еврейству, и интернационализм быть гражданином мира. И он говорит, вот то, как я решу эту проблему, будет зависеть от того, что я увижу в Советском Союзе. Если вы читали трилогию об Иосифе Флавии, то вы знаете, что он решает это очень четко. Вот в настане день этой книги, которую мы только что видели, решает тем, что национализм преобладает. Иосиф Флавий в конце второго тома, он римский историк, и он проходит со всеми под аркой Тита, как знак покорности Риму, он признает то, что евреи проиграли. В конце третьего тома ситуация совершенно другая. Он возвращается на землю Израиля, возвращается в Палестину, и его убивает римский легионер. И Фитфангер пишет, что он вернулся на свою землю, земля объяла его, и он объял ее. То есть еврейский национализм превалирует в конце. И опять-таки вспомним, что говорит Фитфангер, что вывод, к которому я приду, будет зависеть от того, что я увижу в Советском Союзе. И последний момент, когда Фитфангер встречается со Сталиным, у них происходит интересный разговор, в котором еврейская тема в общем-то ключевая. Вот что пишет Фитфангер. Москва, 1937 год. Он взволновался, когда мы заговорили о процессах троцкистов. Рассказал подробно об обвинении, предъявленном Пятакову и Радеку, материал которого в то время был еще неизвестен. Он говорил о панике, в которую приводит фашистская опасность людей, не умеющих смотреть вперед. Потом он заговорил о Радеке, писателе, наиболее популярной личности среди участников второго троцкистского процесса. Говорил он с горечью и взволнованно рассказывал о своем дружеском отношении к этому человеку. И Радек, безусловно, был евреем. «Вы, евреи», обратился он ко мне, Сталин говорит Фитфангеру, «создали бессмертную легенду, легенду о Иуде». Как странно, пишет Фитфангер, мне было слышать от этого обычно такого спокойного, логически, мыслящего человека эти простые патетические слова. Он рассказал о длинном письме, которое написал ему Радеке, в котором тот заверял свои невинности и так далее. То есть вот это, «Вы, евреи, создали бессмертную легенду об Иуде». Но сейчас мы знаем, что действительно сказал Сталин. И сказал он, это похоже, но не совсем. И ответ Фитфангера был другим. Вот что говорит, вот что сказал Сталин действительно. Он говорит о Радеке, это не совсем обычные преступники, у них осталось кое-что от совести. Вот возьмите Радека, мы ему верили и так далее. хотим перед смертью помочь узнать правду, чтобы мы не были такими окаянными, такими иудами. Это не обычные преступники, говорит Сталин, не воры, у них осталось кое-что от совести. Ведь Иуда, совершив предательство, потом повесился. Фитфангер говорит, об Иуде это легенда. Сталин говорит, это не простая легенда, в эту легенду еврейский народ вложил свою великую народную мудрость. Вот такой интересный разговор. То есть Сталин явно играет, играет с Фитфангером. Один мой коллега, литературовед, исследователь немецкой литературы, он пишет об этом моменте и говорит, что Фитфангер как бы специально вставляет этот момент о Биуде для того, чтобы подчеркнуть антисемитизм Сталина. Мне кажется, что здесь происходит нечто другое. То есть Сталин играет с Фитфангером, бросает ему кость и Фитфангер эту кость берет. То есть здесь действительно Сталин уважает еврейскую народную мудрость, которая вписывается в его представление о справедливости, о добре и излезе. Совершенно кошмарная картина, если мы вспомним, когда это все происходит. Но Фитфангер это все делает, опять-таки, потому что он пытается понять, как можно сохранить еврейство, которое уничтожается в Германии. И в Советском Союзе он видит какую-то надежду, и ради этого идет на сговор с дьяволом. Потом Фитфангера перестает публиковать во время борьбы с космополитами, но с середины 50-х годов его публикуют опять, и опять-таки вот этот 13-томник, который, мне кажется, был как бы вот совершенно ключевой книгой для советских евреев. Ну, в общем-то, наверное, все. Буду рад ответить на вопросы. Ну, мне хотелось бы просто услышать ваше рассуждение на тему евреев, которые переходят в православии. Что, ну, конечно, там разнообразие в широких пределах, но все-таки что остается в православном еврее? Это еврейство? В какой форме? Вот какие-то рассуждения об этом, если можно? Ну, прежде всего, безусловно, это как бы индивидуальное решение, да, вот. Но в контексте, в контексте еврейской истории, еврейской истории иудаизма, но и современной еврейской культуры, да, как переход, переход христианства, это очень радикальный шаг. Вот. И, ну, да, то есть, да, то есть, когда человек совершает, совершает такой шаг, да, он, 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 он в какой-то мере себя отделяет от, от, и от народа, и от истории, и так далее. Но в советском контексте это немножко сложнее, да, потому что было определенное движение в Москве, да, в 70-х годах, как бы круг вокруг Александра Меня, да, евреи, евреи, интеллигенты, которые, которые перешли, которые перешли в православие, которые, некоторые из которых являются очень известными писателями, да, вот Галич был из этого круга, для них в какой-то мере, да, переход в православие, это то, как они это видели, это было возвращение к своему еврейству, да, то есть, когда как бы доступа к религии нету, да, то тогда любая религия представлялась, представлялась таким, таким путем. Но, опять-таки, в контексте еврейской истории это очень-очень проблематичный шаг. Я всегда вспоминаю о рассказе Чехова «Перекати поле», да, в котором есть герой еврей, который переходит в православие, да, и рассказчик, да, говорит, что, как вообще можно совершить такой поступок, да, то есть, лучше что угодно, да, но не это, да, но, опять-таки, меня скорее интересует, то есть, как бы, какое это приобретает, какие формы это приобретает в контексте культуры, в контексте литературы, да, опять-таки, когда Галич говорит, «Все время путаем Ветхий и Новый Завет». Что это значит? Ну, с одной стороны, для него это означало переход в православие, но, с другой стороны, опять-таки, это определенная такая читательская стратегия. да, да, Здравствуйте, вот, одни из моих любимых писателей, это Сергей Довлатов и Иосиф Бродский, писатели совсем разные, в том числе, люди совсем разные, да, но в то же время современники, друг друга знали, наверняка, очень много общались между собой, да, и вот, хотелось бы спросить про вопрос еврейства в творчестве Сергея Довлатова и Бродского, да, как-то они, вот, может быть, хотя бы в этом они сходились, или же даже в этом у них были разные позиции, да, ну, вот, еврейство и еврейство в Советском Союзе поднимались ли темы и так далее. Спасибо. Спасибо. Вопрос очень интересный, да, и вопрос, которым я, в общем-то, занимался, продолжаю заниматься, особенно в отношении, в отношении Бродского, да, еврейства Бродского. Бродский, это, в общем-то, это до сих пор как бы не принято в определенных кругах как бы Бродсковедения, да, очень широкой, широкой области. в ранней поэзии Бродского еврейская тема занимает достаточно, я бы не сказал, не центральное, но очень интересное место. В общем-то, самым значительным ранним произведением Бродского является поэма Исааки Авраам, да, которая не просто поэма, вот, на библейскую тему, на библейскую тему, да, не обязательно писать еврейскую литературу, если это на библейскую тему, но в отношении этой поэмы это сугубо еврейская поэма, то есть в этой поэме Бродский действительно пытается как бы решить для себя, что значит быть русским евреем, да, если вы читали, читали эту поэму, да, главный образ в ней это вот образ, да, Исаака, да, с одной А, да, что, что значит быть Исааком по-русски, да, Бродский находится под большим влиянием Бориса Слуцкого, да, поэта более старшего поколения, которого он считает своим учителем, он называет его Борух, да, и воспринимает Слуцкого как такую сугубо еврейскую фигуру, да, можно, и эта еврейская тема видна, видна и в других, и в других стихотворениях, да, то есть, как сказал один критик в отношении Бродского, какого поэта мы потеряли, в смысле, какого еврейского поэта мы потеряли, да, вот, но он как бы, он все-таки делает другой выбор, да, он хочет стать как бы главным поэтом своего поколения, и на еврейской теме это сделать очень тяжело в русском контексте, да, поэтому, например, в то же время, что он пишет Исаак и Авраам, опять-таки, сугубо еврейское произведение, да, он поворачивается в сторону, например, английской поэзии, пишет Большая легия Джону Дону, да, то есть идет в этом направлении, это еврейство, как бы еврейскость остается в его стихотворениях, но уже это все как бы на дне, да, где она проявляется очень ярко, это в его интервью, да, и в какой-то мере в его прозе, да, например, возвращаясь вот к вашему вопросу, да, Бродский был как бы категорически против перехода в православие, да, несмотря на то, что, например, Анатолий Найман, его друг, тоже из круга Ахматовой, он все говорил ему, пора уже позаботиться о душе, да, для Бродского это был совершенно, как бы совершенно неправильный, неправильный выбор, да, и он говорил, что если как бы Бог, в которого я верю, да, это Бог Ветхого Завета, да, он его называл таким кальвинистским Богом, но кальвинистский Бог для него означал Бог Ветхого, Бог Ветхого Завета, то есть я считаю, что вообще это еврейство, еврейскость, да, и в его произведениях вообще для него играла очень, играла очень важную роль, хотя он сам как бы часто не любил, не любил об этом говорить, да, и существует определенный образ о Бродском, как опять, во-первых, существует миф о том, что он перешел в христианство, да, и, да, в отношении Довлатова это тоже очень интересно, да, потому что вы правы, они были из одного круга, да, Довлатов немножко младше, да, но в общем-то у них были достаточно близкие, близкие отношения, которые потом продолжились в Америке, и если посмотреть на произведения Довлатова, например, на Странка, да, которые описывают эмиграцию, эмиграцию в Америке, еврейская тема там центральная, да, то есть она проявляется очень во многих его произведениях, да, но опять-таки, как бы говорить об этом, не то, что не принято, но не хотят, да, несколько лет назад я опубликовал большую статью о Довлатове по-английски в английском журнале, где половина этой статьи как раз посвятила вот еврейскому вопросу Довлатова и послалась за статью его дочери, которая ответила и сказала, да, все это очень интересно, но я вообще не понимаю, как можно говорить о Довлатове как бы в этом еврейском контексте, то есть, да, это как бы, то, что мы по-английски называем politics, политические вопросы, но для них обоих, и особенно для Бродского, я бы сказал, что это можно еще исследовать и исследовать, особенно вот его ранние поэзии, эти еврейские пласты. Еще хотела вот что узнать, ну, мы сейчас просто ознакомились с тем, то есть, как, то есть, последние мили, да, то есть, читатель, отношение читателя и книга, а следующий уровень, то есть, автор и его знания, вот как вот это вот, автор в советском контексте, какие он находил источники, как вообще традиция передавалась, такая вот глубокая? очень-очень-очень хороший вопрос, вот именно вопрос, вопрос знаний, да, потому что, это вот о чем я говорил в начале, то есть, мы можем говорить о каких-то остатках памяти, да, какие-то кусочки чего-то сохранившееся, но создать из этого культуру невозможно, да, поэтому здесь нужно говорить как бы о индивидуальных авторах, да, опять-таки, если мы представим, вот я хотел пример показать, вот этот пример я хотел показать, да, вот это полка из дома Чуковского, да, Корней Чуковский, да, опять-таки, не просто как бы, а детский, детский поэт, да, но исключительно важный критик, переводчик и так далее, это книжная полка в Переделкино, да, и вот что стояло у него в этой книжной полке, да, с одной стороны, это фотография Солженицына, да, сверху, а внизу, может, кто-то узнает, внизу это Ицхак Бышевис Зингер, да, сейчас классик-классик и джерской литературы, то есть, в 60-е годы у Чуковского на полке стояла фотография Зингера, да, что означает, раз он туда его поставил, значит, он, безусловно, его читал, да, и, безусловно, исключительно ценил его, и потом там на даче выставлены некоторые другие его книги, и среди них есть, ну, недостаточно много, но 3-4, если не больше, еврейских книг на английском языке, ему постоянно присылали книги, книги Запада, да, одна из них, это «Атлас еврейской истории» Мартина Гилберта, да, у него стояли романы Сол Беллоу, да, очень важного еврейского американского писателя, стояли рассказы Бернарда Меламуда, еще одного американского еврейского писателя, вот это как бы входило в читательский кругозор Чуковского, да, и опять-таки вспомним о том, что Чуковский написал переложения для детей библейских рассказов, которые он не смог напечатать, да, опять-таки, если мы будем говорить о, например, Самуиле Маршаке, да, исключительно, исключительно образованном евреи, да, если мы будем говорить о Борисе Слуцком, да, у которого тоже были, у которого тоже были эти знания, да, то если надо как бы смотреть на, на каждый, на каждый индивидуальный, на каждый индивидуальный случай, на вопрос знаний очень-очень важен, да, потому что мы можем говорить, ага, ну вот он был евреем, да, но это совершенно недостаточно, значит, для меня это как бы совершенно не ключевой момент, да, интересно, как конструируется это еврейское произведение, и для этого нужны знания, да, для этого нужны знания, да, кто-то, как мы видели, получал знания из этого учебника по евриту, вшитого в уголовный процесс, вот, в отношении Бродского, да, вот опять-таки вопрос знаний, это очень интересно, потому что в Исааке Аврааме, он строит, он дает философию языка, которая очень напоминает философию языка из кабалы, да, он использует, например, он называет могилу, он называет дом могилы, что является просто буквальным переводом с еврей, это бейт кевлер, да, то есть как, как, как-то он находил это все, да, то есть как-то можно было находить, да, а им можно было, да, то есть кто-то, может, получал эти знания из этого славника в конце, издания Переса, из комментариев к Китфангеру, да, или из реакционной сущности иудаизма, вот, и все это, это те же, то есть это вот эти крупицы, да, которые я пытаюсь как бы воссоздать. У англичан есть такая пословица «красота в глазах смотрящего». Вот вы затронули очень такой интересный момент, даже исторически такой вот огромный период, когда есть некая господствующая идеология, которая пытается уничтожить какие-то идентичности древние, идущие свой путь. Вот вы, так сказать, подобрали материал, очень интересный, он подсказывает, наверное, смысл всего вот этого, как некий путь, как некое продолжение, как некие такие потаенные послания для своих, можно так сказать. А вот вопрос, собственно, в том, а где-то еще мы в истории человечества можем такое вот найти? Вот, например, в испанской культуре, литературе, либо в современной какой-то, Ирана, например, культуре? Я думаю, что да. Опять-таки, мне кажется, для этого, если мы посмотрим, да, вот эта идея Штрауса, писать между строк, читать между строк, то есть все это он начинает с древней литературы, да, то есть он начинает с древних греков, с древних римлян, потом он переходит в средневековую Испанию, да, где он пишет о арабских философах, еврейских философах, да, то есть вот эта вот ситуация, когда автор понимает, что если он скажет все, что он хочет сказать, то его больше не будет, да, и читатель понимает, да, что ему надо рыться, да, и пытаться вот это найти между строк, то есть это все прослеживается сквозь века, да, и, безусловно, в советском контексте, не только в советском еврейском контексте, но в советском контексте вообще, да, то есть как люди получали информацию о западной философии, да, опять-таки читая эти книги, в которых как бы вот реакционная западная философия и так далее, да, но хоть какую-то информацию можно было, можно было получить, да, или если прочитать эти предисловия к западным изданиям, да, то есть это все прослеживается в этих контекстах, да, я не думаю, это как бы, это не сугубо еврейское открытие или как бы еврейский опыт, да, хотя очень часто это еврейский опыт, учитывая о том положении, которые евреи занимали, да, но это и глобальный советский опыт, который может и продолжать сейчас в какой-то мере. Очень интересные вопросы, я готов отвечать, рад отвечать. Такой короткий вопрос, если бы советская власть продлилась еще одно поколение, остались бы евреи в Советском Союзе по сути своей? Ну, наверное, бы остались, да. Я думаю, я думаю, что, я думаю, что да, потому что даже, хотя как бы, ну, да, огромная часть евреев эмигрировала, Израиль, Соединенные Штаты, Германия и так далее, да, но, 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 но как бы всех, всех их объединяет вот это советский, советский опыт и прошлое, да. Но ассимиляция, опять-таки, то есть, да, безусловно, ассимиляция, да, но, как мы видим, и это, в общем-то, сейчас как бы, мы переисторики, литературоведы, культурологи пересматривают, да, вот, что представляло собой советское еврейство, да, то есть, понятно, ассимиляция, безусловно, да, советские евреи, как бы, являлись органической частью советского общества, да, очень часто занимали в нем достаточно важные, важные позиции, да, но, но очень много происходило и, и как бы, и под этим, да, вот это, опять-таки, полка, мне кажется, один из этих примеров, да, то есть, советско-еврейская жизнь была не настолько, не такой бедной, да, как нам раньше казалось, или особенно казалось тем, которые изучали ее на Западе, да, Эли Визель, например, да, писатель, переживший Холокост, да, как бы классик литературы о Холокосте, посетил Москву в 62-м году, или 63-м, и написал книгу «Евреи молчания», да, вот советские евреи, евреи молчания, да, им не разрешают быть евреями и так далее, да, но, как мы сейчас понимаем, это намного сложнее было, да, да, не разрешали, но, опять-таки, как бы, мне интересно посмотреть на то, какие решения принимали сами евреи, да, которые сами хотели, безусловно, внедриться, внедриться в это новое общество, и зачастую сами оставляли все это, все это по собственной воле, да, но при этом как-то эта историческая память передавалась поколение в поколение, как-то эти знания передавались, да, не у всех, поэтому я говорю, то есть это очень тяжело прийти к каким-то обобщениям, да, но все-таки, но все-таки, я же говорю, советско-еврейская жизнь была богаче, чем нам казалось раньше. Что Вы можете рассказать нам о Биробиджане? Нельзя быть евреем в Советском Союзе, но в то же время есть Биробиджан. Как Вы это можете объяснить? Ну, Биробиджан было бы политическое, да, политическое решение еврейского вопроса в Советском Союзе, которое, в общем-то, в реальности оказалось, оказалось полным, полным фиаско, но с другой стороны, опять-таки, это часть, это часть советской еврейской культуры в том смысле, что это часть, прежде всего, советской и дырской культуры, да, и в какой-то мере этот проект биробиджанский, он был альтернативой сионистскому проекту, да, вот если Вы посмотрите, например, знаменитый фильм «Искатели счастья», да, кто-то видел «Искатели счастья», да, это 1934 год, о евреях, которые эмигрировали в Америку, в Америке им очень плохо, и они приезжают в Советский Союз, в Биробиджан, где они строят социалистическое, находят социалистическое счастье, да, но если смотреть этот фильм, кстати, фильм совсем неплохой, если смотреть этот фильм, то видно, что он следует примеру как бы сионистских мифов, да, то есть только вместо земли Израиля это Биробиджан, да, вот, то есть опять-таки Биробиджан, я же говорю, с одной стороны, это политическое решение, это фиаско, понятно, да, вот, но с другой стороны, оно тоже часть вот этих культурных процессов, да, особенно, особенно в смысле, в смысле идышской литературы, да, Биробиджан едет в Биробиджан в 34-м году и пишет очерки о Биробиджане, в Биробиджане издавались учебники, учебники по идышу, которые потом распространялись в Советском Союзе, да, то есть, как бы более сложное явление, чем нам казалось в какой-то, в какой-то мере. Если взять, например, произведение какого-то отдельного писателя или отдельный, там, роман, то вот из вот этих вот строк это только... Можно спросить немножко ближе к графу? Из этих строк получаются, там, отдельные намеки, так скажем, рассказы, или это произведение внутри произведения у кого-то есть? Или это уже от читателя зависит? Хороший вопрос. Опять-таки, тут, мне кажется, надо говорить, как бы, о индивидуальных случаях, да? Например, Бориса Слуцкого. То есть, многие отмечают, а, у Слуцкого есть стихи как бы на еврейскую тему, да? И тогда это как бы текст внутри текста, да? Ну и вот есть несколько этих стихов, а так он русский поэт, советский поэт и так далее, да? Мне кажется, это совершенно неправильным, да? Потому что, как я пишу в своей книге, в случае Слуцкого мы имеем дело не с несколькими стихотворениями с еврейской темой, а мы имеем дело с еврейской поэтикой, да? То есть, его мировоззрение в корне как бы еврейское, основанное на его диалоге с еврейскими святыми книгами, да? И потом он начинает все это применять как бы к пониманию советского опыта, да? Вот. То есть, вот это случай Слуцкого. В случае других, да? Все-таки, например, в случае Трифонова, например, это все-таки какие-то фрагменты, да? Хотя, может быть, и нет, потому что Трифонов пытается как бы понять, как произошел этот советский эксперимент, да? И какую роль в нем занимали евреи. То есть, может быть, это тоже не фрагменты, да? В случае Стругацких, мне кажется, это тоже не фрагменты. Как бы ключевой момент в их философии, да? То есть, мы подумаем, да? Понедельник начинается в субботу, да? От его, их произведения 60-х годов, которые часто, да, как бы вот их самое оптимистическое, про этот институт, да, в этом волшебном городе, где все эти волшебники трудятся день и ночь и так далее. Но что эти волшебники пытаются найти? Да? Они пытаются разгадать тайну Бен-Бецалеля. Бен-Бецалеля, который когда-то создал Голема в Праге. Да? Вот эти советские волшебники пытаются разгадать эту тайну. И что это значит? Понедельник начинается в субботу. Да? То есть, это значит, что? Они как бы трудятся всегда. Но дело в том, что когда вышла эта книга, в Советском Союзе суббота была рабочим днем. Да? Не было еще двух дней отдыха. Поэтому понедельник начинается в субботу. Недаром в субботу. Да? И они себе, опять-таки, они себе отдавали в этом отчет. Я не хочу сказать, опять-таки, что, я не знаю, Стругацкие были верующими евреями и так далее. Нет, безусловно. Да? Но при этом, да, как бы вот это еврейское было составной частью. Их мировосприятие, да? Вот. Поэтому я и назвал, когда говорил о Стругацкие, Стругацкие начинаются в субботу. Да? Вот. То есть, да. Но это как бы вот индивидуальные, да? И потом эти индивидуальные пытаться сложить в какую-то мозаику такую. Ну что? На этом мы закончим. Спасибо. Спасибо.